Сегодня во всех городах республики прохожим дарили георгиевские ленточки. Приднестровье присоединилось к всероссийской акции. У нас ее, как обычно, провели активисты молодежного обновления. Яна Раховская с подробностями. У этих ребят каждый день новое спецзадание. Вот, к примеру, сегодня они собрались у драм-театра. На груди у них георгиевские ленточки, в руках тоже. Пару минут на сборы и можно выдвигаться, дарить всем прохожим оранжево-черные символы победы. Чтобы ни один прохожий не остался без своей ленты, волонтеры разделились на группы. По пути к Екатерининскому парку вручают ленты всем встречным. К слову о Екатерине. История георгиевской ленты пишется именно со времен ее правления. Императрица учредила для солдат и офицеров орден святого Георгия Победоносца, защитника Отечества. Орден на черно-оранжевой ленте, поэтому и название у нее георгиевское. Эту акцию проводим для того, чтобы никогда никто не знал ужасов войны. Чтобы знали и чтили своих подвигов, своих дедов, отцов, братьев, мужей. Поэтому мы стартуем сегодня вместе с россиянами, вместе с представителями других государств, кто поддержал эту акцию георгиевской ленточки. Акция «Георгиевская лента» сегодня стартовала в России. Она продлится до 9 мая. К России присоединится почти 100 стран мира. Каждый год волонтеры в общей сложности раздают около 20 миллионов ленточек. Мы все, и особенно молодежь, должны помнить подвиги наших предков, наших дедов, прадедов. Это объединение, сплоченность нашего народа, героизм, будущее, понимаете, только в единстве нашего народа. Это не единственная акция, которую мы проводим в преддверии 9 мая. И мы бессмертный полк делаем без год. И акцию – это уже традиционные мероприятия, без которых мы не можем обойтись. И ребята с удовольствием принимают участие. Георгиевские ленты сегодня раздавали по всем городам. Прохожие охотно их принимали, останавливались и поздравляли всех с предстоящим праздником. За час волонтеры обновления раздали только в Тирасполе сотни георгиевских лент. Но дел у них еще много. Нужно принять пар-тройку заказов от бабуль, купить, как всегда, лекарства, продукты. Так что времени на отдых у волонтеров пока что нет. Яна Раховская и Андрей Евчинников. ТСВ.